24 мая Центральная библиотека Копейска отметила 85 лет со дня образования. Такая серьёзная дата – хороший повод вспомнить, как всё начиналось. Ведь история учреждения складывалась непросто. В течение 40 лет библиотека располагалась в приспособленном старом бараке по улице Ленина. И только в 70-х годах ей было предоставлено новое помещение. Нам было дано задание – вот вам 2-3 дня, чтобы читальный зал был открыт. И мы с ней до 10-11 дня открывали читальный зал. Мы открыли. Это было, знаете, конечно, трудно, но какое-то вот приятно было, что переехали мы в такое помещение. Если учесть, что на Ленина у нас была площадь 100 квадратных метров и под 100 тысяч книжных фондов. Если в читальный зал к нам в 70-е годы приходили читатели и записывались очередь, чтобы попасть в читальный зал. Представляете такое? А было. Очень много учились в вечерних школах, залочно. И поэтому и нам было интересно работать. Сейчас библиотека – это не просто дом, где хранятся книги. Это учреждение культуры, которое принимает активное участие в жизни города. Коллектив библиотеки организует много мероприятий для детей и взрослых. Библиотековское дело, это, наверное, подъездница определенная. Здесь люди фанатичные, неравнодушные работают. За небольшие деньги. Государство никогда не баловало высокими зарплатами, достойными помещениями, оборудованием, наверное. Но эти люди нужны, нужны обществу, нужны государству. Поэтому спасибо большое за ваш труд. За годы работы у городской библиотеки появился круг преданных друзей и поклонников. Это и обычные копичане, которые приходят за книгами, и коллективы городских учреждений, а также общественные организации, предприятия и социальные партнеры. Девять лет назад клуб ветеранов Дворца культуры Миникирова Людмила начал сотрудничать с городской библиотекой. Вы знаете, вот нет слов, сегодня вот знаменательную дату, выразить слова благодарности от всех ветеранов и от меня лично. Мир прекрасный. Окунаемся здесь в мир поэзии. Я просто вот прихожу сюда сама после напряженного дня и отдыхаю. Познаем очень много. Рамки взаимодействия библиотеки широки. Коллектив старается сотрудничать с организациями различного уровня. Часто в библиотеке проходят областные фестивали и конкурсы, этапы общероссийских мероприятий. И здесь легко находятся партнеры-энтузиасты, одним из которых является компания «Инсид». На день рождения обычно приглашают кого? Друзей. И нам очень приятно, что компанию «Инсид» пригласили на это значимое мероприятие, на это значимое событие. И это всё неспроста, потому что действительно мы очень тесно работаем с библиотекой. То есть мы предоставляем бесплатный Wi-Fi для клиентов в библиотеке. Мы поддерживаем все значимые мероприятия. То есть акцию «Тотальный диктант», я думаю, знают в Копейске уже все. И мы всегда проводим её совместно. Век информационных технологий требует новых подходов в организации работы. К этому копейские библиотекари готовы. В планах подключение онлайн-сервиса, бесплатная библиотека и развитие собственного сайта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.